Музыка Тема моей проповеди сегодня называется «Почему ты плачешь?» Интересно, что Иисус Христос сразу после своего воскресения задавал вопросы. А вопросы нас наталкивают на то, чтобы получать или искать ответы. И вот два первых вопроса, которые Иисус Христос задал сразу после воскресения, мы о них сегодня с вами поговорим. И первый из них был «Почему ты плачешь?». Хочу также, друзья, в вступлении сказать, что воскресение Иисуса Христа несет в себе восстановление. Восстановление и напоминание еще раз проявления Божьей силы. Восстановление того, что по-человечески кажется невозможно восстановить. Восстановление из праха. Переход от смерти к жизни. Воскресение Христа дает сегодня нам повод верить в жизнь после смерти. 1 Коринфянам 15 глава написано, что если Христос не воскрес, то и вера наша тщетна, то и вся наша вот эта игра, кажется, не имеет смысла, если Христос не воскрес. Поэтому для нас воскресение Христово имеет колоссальное значение. Представьте себе, что если Христос не воскрес, то вера, христианская религия не имеет никакого смысла. Зачем стараться? Зачем страдать? Зачем что-то ожидать, если Христос не воскрес? Но потому что Он воскрес. Мы сегодня верим в спасение, и мы верим в жизнь вечную после смерти. И у каждого человека есть выбор. Это будет ад или рай. А ты сегодня выбирай. Христианская религия делает большой акцент на веру. Именно на веру. Сразу после воскресения Иисус Христос, явившись своим ученикам, Он их упрекал за что? За неверие. Луки 24. Он говорил о несмысленные, медлительные сердцем, чтобы веровать. Вот главный фокус, главное ударение на то, что люди не верили. Написано, веровать всему, что предсказывали пророки. Друзья, обратите свое внимание, что Иисус поворачивает людей и говорит снова о Писании. И говорит о том, что это было предсказано в Библии, что об этом было написано, что это было предсказано пророками давно. И сегодня вопрос к нам. Верим ли мы всему, что написано в Писании? Верим ли мы тому, что предсказано в Писании сегодня о будущих, грядущих событиях, о которых написано в Библии? Например, написано в Писании о том, что земля, вся земля и все дела на ней сгорят. Верим ли мы в это? Верим ли мы, ожидаем ли мы второе пришествие Иисуса Христа, который придет за Свою церковью и заберет ее? И мы вместе с Ним всегда вечно будем. Давайте мы сейчас вспомним те события, которые произошли в те дни, когда Христа распяли, похоронили и три дня спустя Он воскрес. Читаю из Евангелия от Иоанна, 20 глава, с 11 по 15 стих. Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы, а другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей, «Жена, что ты плачешь?» Говорит им, «Унесли Господа моего и не знаю, где положили его». Сказав сие, она обратилась назад и увидела Иисуса, стоящего, но не узнала, что это Иисус. И Иисус говорит ей, «Что ты плачешь?» Кого ищешь?» Два вопроса. Первых два вопроса. Первый диалог после воскресения. Встреча Христа и человека. И теперь мы с вами попробуем поговорить поглубже. Какой же смысл в этих вопросах? Итак, первый, почему ты плачешь? Заметьте, что Иисус Христос не сказал к Марии, «Ну, что ты раскисла?» «Ну, почему ты такая бездуховная?» Он не упрекал ее с сарказмом, «Прости, что я тебя отвлекаю от молитвы». Он просто обратился, спустившись, кажется, вот на уровень горя человека и поинтересовался, почему ты плачешь. Этим словом Иисус сегодня напоминает нам тогда и сегодня, что Ему важно знать наше состояние души. Он интересуется нашими проблемами. Ему не безразличны даже наши эмоции. Хотя иногда хочется сказать, эмоции в коробочку прячь, но Иисус спрашивает, «Нет, почему ты плачешь?» Можно сказать, «Ну, если ты Бог, так ты и так, может быть, знаешь, правда?» Да, Иисус знал, но этим самым снова подчеркивает, что Ему не все равно и как раз Ему стоит плакать. И Ему стоит рассказывать причину, почему ты плачешь. Ему стоит открывать свою боль и свои эмоции. Друзья, чаще всего мы рассказываем наши эмоции другим. И часто мы их рассказываем людям, но не Богу. Но сегодня этим вопросом, почему ты плачешь, Иисус приглашает тебя снова. Ему больше плачь, Ему больше рассказывай свои эмоции, а людям их не обязательно нести. Потому что, когда мы расстроены, и если мы знаем, кто виноват в том, что мы расстроены, и мы свои эмоции и слезы несем к тому, кто виноват в наших эмоциях, то, поверьте, часто бывает хуже. Правда? Бывает просто хуже. Поэтому Иисус сегодня обращается к тебе. И этим напоминает всем нам. Лучше эмоции наши неси к Богу. Ему рассказывай, перед Ним можешь плакать. Он заинтересован и готов выслушать. Представьте себе, кажется, Бог, Христос воскрес, ну первые слова, ну чего ты плачешь? Кажется, ну мы ожидали чего-то такого духовного. Иисус воскрес, Он сейчас как скажет какую-то истину. Первые слова после воскресения, чего ты плачешь? Я Бог твой. Да, я Бог твой. И я вижу твои слезы. И мне их рассказывай. Я даже вот этими деталями, мелочами, земными твоими интересуюсь и готов тебя выслушать. Друзья, Давид в своих псалмах, как часто он жалуется Богу. Рассказывает за своих врагов. Рассказывает о несправедливости. Рассказывает то, что он проходит на земле. Кажется, как все незаслуженно и несправедливо. Но вот в чем сила. Он несет эти слезы и эмоции Богу. Но часто мы их носим в другие места. Мы их выливаем людям. Нас они и не просили. Мы все равно их выливаем. И от этого, друзья, бывает часто мало пользы. Ни им, ни нам. Но сегодня воскресший Иисус Христос, Бог, сегодня тебе говорит, чего ты плачешь? Приди ко мне и излей душу. Мне расскажи. Я в этом заинтересован. Когда ты плачешь, помни, что Он рядом. Иисус Христос был рядом тогда, в тот момент, когда Мария плакала. Но Мария этого не увидела. Мария это не ощутила, не поверила, не узнала, написано. Точно так же и сегодня мы иногда, кажется, мы говорим, где Бог? Где этот Бог, который на ваши молитвы отвечает? Я не чувствую, не вижу. Но и в тот момент, и в этот момент, Бог вчера, сегодня, во веки тот же Бог, Он рядом. И тогда, и сегодня Он рядом. Слава Богу за это. И Он с ней заговорил. Сегодня, возможно, Бог говорит с тобою. Как тогда Мария не поняла, не узнала, так и сегодня, возможно, Бог говорит с тобою через разных людей, добрых людей, которые Бог посылает в твою жизнь, дает тебе советы, где-то в чем-то обличает, где-то поддерживает, укрепляет, но это все делает Бог, тот же добрый Бог, через людей. Ты иногда думаешь, что это люди такие, хорошие, попались, но потом эти же люди тебя ранят, эти же люди тебя обижают, и ты в этих же людях разочаровываешься. Вот почему стоит понимать, что все доброе, что мы имеем в этой жизни. Это Бог дает нам. И даже если мы что-то и получаем через людей, то слава Богу, что Бог их употребляет и посылает вовремя на наши пути. Слава Богу за это. Друзья, сегодня, если вы сфокусированы на ваших проблемах, на ваших скорбях, я хочу перевести ваш фокус на Иисуса Христа. Заметьте, Мария плакала, написано, а потом, что она сделала? А потом, написано, она вдруг неожиданно заглянула во гроб, перевела свой взгляд и фокус на то, где был Иисус, в направлении Иисуса Христа. И дальше все в жизни немножко изменилось. Мысли, диалоги, все события изменились. Вы помните, когда апостол Петр шел по воде? Это было, кажется, страшное, кажется, классная картина, но страшная. Это волны, это шторм, это буря. Но почему он идет против ветра? Секрет очень простой. Фокус на Христа. Поверил Его Слову и фокус на Христа. Кажется, ветер и волны очень большие. Почему он не тонет? Скажу вопрос по-другому. А почему он начал тонуть? Фокус убрал. Фокус со Христа перевел на волны, на ветер, на бурю, на шторм. Звучит, кажется, так все понятно, банально, знакомо. Да, друзья? Часто мы тонем в жизни, тонем эмоционально. Тонем морально. Тонем, потому что фокус большой слишком на наши земные вещи, на временные вещи, на материальные какие-то вещи, на физические. Да, нам это людям важно, но одно из глубочайших откровений должно быть для каждого христианина то, что наша жизнь на земле здесь, она все равно временная. Наш главный фокус, почему мы в Бога верим, почему мы празднуем воскресенье, почему мы празднуем жизнь, почему мы верим в жизнь после смерти, потому что все начинается в вечное только тогда, после. Слава Богу за это. Друзья, мы иногда редко плачем, потому что мы Иисуса потеряли. Почему плакала Мария? Она говорит, потеряла, не знаю, где он. Вот она в жизни как бы его знала, вроде бы, а вдруг как-то потеряла. Я знаю, что мы в жизни, наверное, редко плачем о своем духовном состоянии, редко осознаем или думаем вот целенаправленно о том, а потерял ли я в жизни своей Христа фокус, мои приоритеты в жизни, мои цели, мое духовное развитие и рост в жизни, моя суета и все остальное, где в этом всем плане Иисус Христос. И когда мы потеряли Христа, друзья, для нас, людей, верующих на земле, и для тех, кто слышит, кто не верующий, это все. Потому что настоящая жизнь, о которой все мечтают, жить по-настоящему, счастливо. Жизнь, написано, Иисус Христос сказал, Иоанна 14,16, Я есть путь, Я есть истина, Я есть жизнь. Как часто мы ищем эту жизнь в других местах, где жизни нету. Помните те слова, что вы ищете живого среди мертвых? Так часто мы ищем эту жизнь, счастливую жизнь, настоящую жизнь в других вещах, материальных вещах, в суетных вещах, а там ее просто нету. Не тратьте время, что вы ищете жизнь среди земного и материального. Я есть путь, истина и жизнь. Что же это значит, потерять Иисуса Христа практически? Она плакала, потому что потеряла Иисуса. Если у тебя нет времени не ходить в церковь, это один из признаков того, что ты теряешь или потерял Христа и своей жизни. Потому что если бы было это в твоих приоритетах, если бы были у тебя отношения живые с Иисусом Христом, твое расписание было бы совершенно другим. Если у тебя нету времени для регулярной личной молитвы, стабильной, регулярной молитвы, общения с живым Богом, если нету времени для регулярного чтения Его живого слова, значит, это признаки, симптомы, что ты, возможно, теряешь Иисуса или потерял Иисуса. И об этом, друзья, стоит плакать, потому что последствия, к сожалению, они иногда приходят и они бывают плачевные. Если у тебя нету времени учить своих детей библейским истинам, нету времени молиться с твоими детьми, это симптомы, что, возможно, ты теряешь или потерял Иисуса из своей жизни или фокуса. Если ты живешь в обидах, в непрощении, Иисус призывал врагов благословлять и прощать. Если ты, такой неожиданный вопрос, когда ты последний раз извинялся? Это не потому, что мы такие идеальные, это потому, что, возможно, мы потеряли или теряем Иисуса центральную личность в своей жизни, потому что, когда я извиняюсь, это признак моего смирения и моего стремления к этой святой жизни. Матфея 11, 28, Христос сказал, придите ко мне все, труждающиеся, обремененные, я успокою вас и дальше, внимание, ибо я кроток и смирен сердцем. Вот почему такие симптомы, когда ты последний раз извинялся, если ты не помнишь, это, возможно, признаки того, что мы теряем, потеряли или на пути. Если молитва твоя личная, тебя в твоей тайной комнате не вдохновляет, чтение Библии неинтересно, а Инстаграм всегда интересно, утром интересно, днем интересно и вечером интересно, любая секунда интереснее, чем Библия, друзья, это просто могут быть симптомы, признаки, что я теряю, я теряю Христа, я теряю Его, я, друзья, проповедую не просто мертвую религию, я говорю о живых отношениях с Богом, не просто нам нужны походы в церковь, но живые отношения с Богом, о которых мы, мы о них скучаем, не просто ты не помолился, ох, такой плохой грешник, в ад сейчас тебя отправлю, а я скучаю, я не могу без этого, не могу, я делаю не потому, что я хочу, я люблю, и потому делаю, вот об этих живых отношениях сегодня хочется говорить, и, друзья, помните, когда мы теряем Иисуса Христа, когда это перестает быть нашим главным фокусом, потом приходят проблемы в жизнь, за мой короткий, кажется, опыт, я уже могу с уверенностью сказать, послушайте внимательно, все семейные люди, любой раскол в семьи, любой крах в семьи, чаще всего приходит из-за той причины, что хотя бы минимум один из супругов потерял Иисуса, можно говорить, мы характером не сошлись, можно говорить, у нас вкусы другие, теща виновата и все остальное, друзья, это все такие, знаете, главная причина, it takes one, хотя бы один, если потерял Иисуса, потому что, чтобы была семейная жизнь, нужно, чтобы два хотели ее восстанавливать, чтобы два боролись за нее, а если один потерял Иисуса, духовно, деградация, мне просто больно, свидетель того, как некоторые семьи рушатся, а дети плачут так, что я слышал, как одна мама сказала, это было хуже, чем день смерти родителей, вот что происходит, когда в жизни иногда мы теряем Иисуса, теряем, я привел практически простые банальные вещи, нам нельзя его терять, за это стоит хвататься, бороться, и за это стоит плакать, вот почему Иисус Христос задавал подобные вопросы, итак, второй вопрос, который Иисус спросил, это, кого ты ищешь, интересно, из Иоанна 20, 15, Иисус сначала сказал, что ты плачешь, а потом, кого ты ищешь, мы часто, друзья, в своей жизни ищем счастья, все хотим счастья, если вы посмотрите на YouTube видео, как быть счастливым, happiness, how to be happy, миллионы просмотров, просто, ну, весь мир кричит, хочу быть счастливым, люди думают, что счастье, оно в чем-то, в деньгах, в комфорте, в здоровье, да, я согласен, но, вопрос, почему миллионеры, миллиардеры, заканчивают жизнь самоубийством, у них есть все, и здоровье, и деньги, но у них чего-то не хватает, самого главного, о чем мы сегодня проповедуем, самого главного, не хватает жизни настоящей, она есть только в Иисусе Христе, написано в Псалме 61, только в Боге успокаивается душа твоя, когда-то этот стих меня поднял, когда мне я был очень низко, когда я был обижен на людей, и казалось бы, ну, я не заслуживаю таких отношений, и когда ты ждешь какой-то заботы, понимания, поддержки от мужа, от жены, а ее нету, то это местописание тебе поможет в жизни, помни, есть вещи, которые люди не могут восполнить, есть вещи, которые люди не могут заменить, написано, только в Боге успокоится душа, а у тебя она есть, у каждого она есть, нету такого курорта в мире, куда можно поехать и отдохнуть душой, это можно сделать только в Боге, слово только перечеркивает все другие варианты, все остальное утешение, это может быть наподобие, это может быть близко к утешению, но это не есть настоящее, твоя душа, внутренность может успокоиться только в Боге, который воскрес, который живой, который сегодня может давать тебе и жизнь, и утешение, слава Богу за это, когда Иисус спросил вначале, что ты плачешь, потом он идет немножко глубже, на глубину, и задает вопросы поглубже и очень целенаправленно, он спрашивает, кого ты ищешь, этим словом Иисус Христос подчеркивает, хочет показать истинную глубину, корень проблемы, не просто, кто виноват в этой истории, но какой был следующий вопрос, это кого ты ищешь или по-другому, ради кого ты плачешь, кого ты ищешь, ради кого ты плачешь, и чаще всего, знаете, какой ответ, себя жалко, себя жалко, потому что тот, ради кого мы даже плачем, он нас как бы сделает счастливыми, я люблю жену мою не потому, что я ее люблю, а потому, что я люблю то, что она может мне сделать хорошее, это все равно, как я люблю рыбу, я ее кушаю, вот как я ее люблю, вот точно так же и наши отношения, друзья, бывает иногда с нашим Господом, вот почему, друзья, здесь вопрос, когда кого ты ищешь, здесь получается, что часто мы плачем в жизни, потому что мы ищем справедливости, мы ищем любви, мы ищем заботы, мы ищем того, чтобы нас ценили, мы ищем, чтобы нас уважали, мы ищем себя, стоп, да, кого ты ищешь, мы ищем любви, понимания, уважения к кому, к себе, то есть мы ищем себя, хотим сделать счастливыми себя, хотим, чтобы они нас сделали счастливыми, вот откуда слезы, часто, саможалость, не ради Христа, но ради себя, мы на самом деле, в глубине, корень всего, мы ищем себя, потому что несправедливо, люди нас обидели, и мы плачем, болит, ну а почему, потому что самолюбие задето, самолюбие, вроде бы кричим, Господа ищем, на самом деле ищем себя, друзья, вот какой глубокий вопрос, кого ты ищешь, ради кого ты плачешь, мы же никогда не говорим, да стоит ради себя плакать, мы обычно, у нас есть мотивы, причины, ради себя, Матфея, Марка 8, 34, Христос сказал, как нужно относиться к себе, отвергни себя, возьми крест твой, и следуй за мной, вот призыв Христа, к настоящим верующим, себя отвергни, отвергни себя, убери фокус себя, не плачь ради себя, не оправдывай себя, что ты вроде плачешь, ради других хороших мотивов, если бы мы плакали по-настоящему, ради Иисуса, ради наших отношений, ради того, что мы Его слезно ищем, понимаем, насколько мы зависимы от Него, и понимаем, какие могут быть последствия, когда мы Его теряем, из фокуса нашей жизни, я думаю, что тогда бы наши цели, мечты, планы, они бы серьезно менялись, а так иногда, друзья, получается, что эгоистичная, спокойная жизнь, это противоречит духу Писания, вот почему Христос и спрашивает, зачем ты плачешь, ублажаешь свое самолюбие, это никогда счастье тебе не принесет, эта история называется, я потерял Иисуса, или я потерялся, или я потерял то место, где я потерялся, но интересно, что Мария, она помнила, где она потеряла Иисуса, она как раз вернулась по времени, в то время, где она его потеряла, вопрос сегодня каждому из нас, помнишь ли ты, где, в какой момент, какие события, что заменило Христа в твоей жизни, что взяло вверх, какой идол вытеснил его из нашей жизни, где ты потерял Иисуса Христа, вот почему сегодня для нас важно еще задать один вопрос, когда у Марии спрашивали, кого ты ищешь, она ответила, очень глубокий ответ дала, она сказала, я ищу моего Господа, Иоанна 20,13, унесли моего Господа, для многих Иисус Христос, это просто историческая личность, это пророк, это герой, это хороший учитель, это раввин, но не Господь, не Бог, а мы сегодня празднуем, и верим, и исповедуем, что Он был Сын Божий, что для нас Он Господь, а это слово Господь несет в себе очень глубокий смысл, это значит, что Он управляет моей жизнью, моя воля подчинена Ему, Ему, Он управляет моей жизнью, здесь пересекается воля моя и воля Божья, и вот этот ответ, я ищу Господа, это тот ответ, который сегодня ищем мы, ли Его воли в нашей жизни, я знаю, друзья, что если мы говорим, что Иисус для меня Господь, то значит Он для меня Босс, вот что это значит практически, это значит, что я с Ним советуюсь, Он мой начальник, если жена, написано в Писании, для нее муж глава, если жена уважает мужа, то она никогда, никакую большую покупку не сделает, не посоветовавшись, не спросив мужа, она никогда ничего не запланирует, не посоветовавшись, не спросив мужа, но сегодня мы, мужчины, для которых глава Христос, если Он твой Господь, мы покупаем и джетски, и моцки, и лодки, и дома, и машины, советуемся ли мы? Спрашиваем ли мы, хотя бы спроси, волю Его, или просто я босс, себе босс, я с тебе господин, я действую и решаю, а ты, Господь, благословляй, если на то есть твоя воля, там догоняй как-то, если на то нету твоей воли, то сделай так, чтобы она была, как-то мы так решаем вопросы, мы сами решаем, мы сами планируем, вот что значит Господь, Господь это значит моя, не моя воля, а Его воля, да будет в моей жизни, вот в чем смысл вопроса, кого ты ищешь, какой воли ты ищешь, и часто причина, почему мы плачем, это потому что, все случилось не так, как я хотела, не так, как я задумал, не так, как моя воля хотелось бы, а потому что, моя воля не совпала, а Его воля, ну да, мы не против Бога, мы и в церкви сидим ради Бога, но моя воля, мои планы, мои мечты, должны идти впереди, вот почему, друзья, сегодня вопрос звучит и к тебе, почему ты плачешь, ради кого ты плачешь, кого ты ищешь, чьей воли ты сегодня ищешь, вы знаете, друзья, почему Иисус Христос, Он не явился фарисеем, после воскресения, казалось бы, ну он мог бы так им доказать и сказать, ха-ха, я воскрес, пощупайте, потрогайте, правда мог им такой урок преподать верой, вы никогда не задумывались, почему Он не явился этим фарисеем и книжником, религиозником, интересно, правда? Потому что христианская вера основана на вере, у них уже было достаточно доказательств, у них уже было достаточно, можно, чтобы группа вышла? Достаточно. Они видели во время жизни, и дальше, друзья, хочу привести еще один очень уникальный факт, это то, что фарисеи, они узнали о воскресении Иисуса Христа, откуда? От солдат. А солдаты, знаете, кто такие солдаты? Им все равно, кого охранять, им все равно, кого убивать, это нанятые люди, это не религиозные люди, это просто простые, нейтральные люди, именно они донесли всю информацию фарисеям. Друзья, они имели информацию о воскресении Иисуса Христа из первых уст, внимание, из первых уст, но даже Никодим говорил, что чудеса, которые ты делаешь, мы все знаем, что это нереально, по-человечески. Но они и тогда приписывали эту Божью силу кому? Дьяволу. Говорили, это сатана, это не Бог. То есть, они все равно не поверили. А наша вера, друзья, наше следование за Христом, оно основано только на вере. Поэтому сегодня я хотел бы напомнить всем нам, друзья, что Иисус Христос, когда Он явился всем ученикам Своим после воскресения, то Он им сказал такие слова. Он начинал свою миссию с покаяния, и когда Он заканчивал свою жизнь, Он снова предложил своим последователям продолжать эту миссию. И Он сказал им, идите и проповедуйте Евангелие, идите и проповедуйте людям покаяние. И сегодня вот эти слова после воскресения Христа, сегодня они очень актуальны, возможно, для кого-то в этом зале. Он сказал, Марка 16, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Внимание, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Внимание, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Вы не задумывались никогда, кто виноват во всех грехах и в грехопадении? Да, дьявол искушал, но свободная воля. Женщина, она виновата. Неприятно говорить об этом в праздник, но она виновата. Ева, через нее, ее выбор и поступок и непослушание Богу пришел грех в мир. Вы представляете, какое это самое криминальное преступление во вселенной? Нету больше преступления. Подумайте, какой еще поступок криминал может быть выше, чем поступок Евы? Сколько на земле последствий зла и скорби из-за греха? После таких поступков женщину бы никогда в жизни не простили. Никогда в жизни не простили. А теперь внимание, друзья. Иисус Христос после воскресения является первым, кому именно женщине. Этим самым подчеркивает жирным шрифтом «Я даю шанс, я прощаю, я искупляю, когда люди не верят, я верю, я восстанавливаю». Воскресение несет восстановление и снова шанс к новой жизни. Давайте мы поднимемся на ноги, друзья. Сейчас мы будем молиться. Я хотел бы, чтобы служители прошли вперед. Если у вас есть любого рода нужда, вы можете пройти вперед для молитвы. Если в этом зале есть люди, которые желают покаяться, принять Иисуса Христа как Спасителя в свое сердце. Вы можете это сделать прямо сегодня. Получить прощение грехов ваших и иметь жизнь вечную. Если у вас сегодня есть другая любая нужда, это ваши дети, это, возможно, ваша семья, это, возможно, ваши финансы, это просто эмоционально больно, возможно, физически больно, возможно, вы проходите любого рода трудности земные. Вам просто нужна поддержка. Сегодня Христос воскрес, друзья, чтобы дать эту поддержку нам. Поэтому, кто нуждается в молитве, по любой причине, сегодня церковь предоставляет эту возможность. Вы можете просто тихонько пройти вперед во время пения, чтобы за вас помолились. Пока мы будем петь этот псалом, мы будем совершать эту молитву. И это жизнь, которая есть в Христе Иисусе. Халлилуйя Тебе, Господь. Она сегодня может приходить и на вас. Халлилуйя, Господь Иисус. Халлилуйя, Господь Иисус. Мы благодарим Тебя. Мы прославляем Тебя, Отец Небесный. Мы благословляем Тебя, Отец Небесный. Халлилуйя, Тебе, Господь. Мы просим Тебя, Боже, за всех присутствующих на этом месте. Дух Святой, касайся людей сегодня, кто нуждается в спасении, кто нуждается, Господь, в поддержке, кто нуждается, Господь Иисус, просто в восстановлении внутреннем, кто нуждается в обновлении. Мой Бог, во имя Иисуса Христа, Господь, я молюсь Тебе, Господь, приди, Господь, на людей, которые сегодня приходят вперед с верою к живому Богу, с верою к живому Богу. Господь, Господь, пусть этот праздник сегодня будет праздник для души, для души многих, Праздник, потому что Твое Слово говорит, что только в Боге успокаивается душа. Только в Боге успокаивается душа. Вот почему мы приходим к Тебе, к Богу, в Которого мы верим, к Богу Живому. Дух Святой, побуждай сегодня сердца людей к покаянию. Обновляй их веру, чтобы они снова бежали к Тебе с разными нуждами. Господь, во имя Христа Иисуса, востоим, Отец Небесный, в Твоем присутствии. По Отец Небесный, в Весе. По Отец Небесный, в Твоем присутствии, Твоею силу, Твоей любовью наполни наш. Твоей присутствием, Твоей силой, Твоей любовью, Когда приходишь Ты, пред Твоей смиряюсь, Я истиняюсь, мой Иисус. Сойди на нас, Господи. Я сокрушаюсь. Я сокрушаюсь, для Тобой всплываюсь. Наполни нас, Господи. Сойди на нас, Господи. Я сокрушаюсь, для Тобой всплываюсь. Наполни нас, Господи. Сойди на нас, Господи. Я сокрушаюсь, я сокрушаюсь, для Тобой всплываюсь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Давайте споем вместе Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok